Шаг за шагом, за маршем марк Шаг за шагом, за маршем марк Вверх по лестнице, ведущей к низу Раз за разом нас брали на абордаж Нам теперь никогда не увидеть карниза Утопив нас по самое горло в дерьмо Нам швырнули возможность трепаться Там на мостике главный забыл об одном Об умении нефти взрываться Здесь в моторном отсеке почти что пожар Мы сегодня стреляем друг в друга Но из нас в этот раз им не выпустить пар Будь готов, капитан, мы выходим из круга Шаг за шагом, за маршем марк Вверх по лестнице, ведущей к низу Раз за разом нас брали на абордаж Нам теперь никогда не увидеть карниза Шаг за шагом, за маршем марк Вверх по лестнице, ведущей к низу Раз за разом нас брали на абордаж Нам теперь никогда не увидеть карниза Шаг за шагом, за маршом, марш Шаг за шагом, за маршом, марш Шаг за шагом В нашей студии гость, экономист Игорь Васильевич Нит Вы просидели здесь всю программу Вам что-то легло на душу? Да, вы знаете, первые три сюжета Может быть не совсем подряд они шли Это Аврора, кооператоры, в значительно меньшей степени и дети И везде одно и то же, без души и своеволие административно-командной системы Мы для них не существуем А мне кажется, что, вы знаете, Аврора просто, так сказать, является таким самым хорошим кораблем русского флота Она один раз саданула и вот до сих пор все разваливается Знаете, я как ровно на это хотел обратить внимание, что ведь вот в эпизодах показано, что это касается нашего прошлого Отдельных детей, больных, несчастных, каких-то там кооператоров Это неверно, это касается всех нас и каждый день И тем не менее, мне кажется, что надо говорить о дне сегодняшнем Нас критикуют, кстати говоря, и сегодняшние телефонные звонки Вы рассказываете об истории, о наших проблемах Боитесь критиковать современную ситуацию, современную правительство Ну давайте вот маленькую ретроспективу, но совсем короткую Давайте выберем как одного из представителей административно-командной системы союзного правительства Давайте прикинем, что же мы за последние годы от него получили Обалкинский налог, который лишил нас с вами товаров народного употребления Обещание Рыжкова повысить цены, которые вымело товары из магазинов Майское заявление о ценах Последнее деяние 9 августа, когда союзное правительство принимает решение О повышении закупочных цен на мясо Ведь надо отдать себе товарищи отчет Мы бы с вами остались 4 месяца не просто без мяса В 9 августа уже нельзя было заготовить корма Значит, те, у кого была скотина и кто решил держать ее до 1 января 1991 года Должны были кормить ее из того рациона, который съедаем сегодня мы И вот такое движение правительства, вопреки интересам людей, конечно, настораживает Возникает вопрос, а наши союзные правительства как-то защищают нас? Да, разные союзные правительства предпринимают шаги с тем, чтобы обезопасить нас Они иногда, эти шаги вровень тем, но другого выхода нет Когда российское правительство, понимая, что иначе будет голод, принимает решение Кстати, первое союзное правительство принимает 9 августа Российское правительство 8 сентября Через месяц, когда понятно, что мяса в городах просто не будет, если этого не сделать Так сегодня средства массовой информации трактуют это как ошибку союзного правительства А я-то считаю, что и Силаев, и Кулик, инициатор этого постановления, нас спасли просто от голода Повторяю, не было бы не только мяса, но и тех пищевых продуктов, которые пошли бы на корм скоту И в этой позиции противостояния, в этой позиции постоянного деструктивной политики, которую проводят союзные правительства Стараясь удержать свои позиции, конечно, чрезвычайно важна роль президента Становится особенно важной И надо отдать должное нашему президенту И я от всей души был рад, когда узнал о присуждении ему Нобелевской премии за внешнюю политику Сейчас я желаю только об одном, чтобы он получил столь же высокую премию за внутреннюю политику Вот сейчас ему это не всегда выдается Многие указы президента носят по-прежнему такой силовой характер Попытки с помощью сильной руки Но обратите внимание, сильная рука по привычке направляется против народа Труженкам и трудящимся вменяется в обязанность сохранить все производственные связи, которые были прежде Это очень нужно, действительно было бы хорошо, но это невозможно Они уже развалились, люди не будут действовать себе в ущерб Мы снова с вами останемся без еды и без товаров народного потребления Может быть можно было найти и другой путь И нужно было искать президента другой путь Президент должен был думать, как сильную власть и железную руку применить против старых структур Освободить трудящихся, освободить тружеников И заставить их, только экономически, заставить их с помощью их же интересов соблюдать старые связи Больше всего он печется и обоснованно печется о потребительском рынке, который разваливается И указ этот начинается с того, что он предлагает сохранить связи, потому что это обеспечивает какую-то стабильность на потребительском рынке Но ее уже нельзя сегодня обеспечить силой Можно обеспечить только опираясь на интересы И мне вот представляется, знаете, что чем раньше будет осознанно президентом и его окружением Что есть особая задача, которая сегодня президенту по плечу Задача организации безболезненной или по возможности безболезненной трансформации союза В новое содружество полноправных республик Что нельзя заниматься сегодня продолжением административных командных методов в указах президента От них ждут большего Вот сегодня все мы как потребители испытываем чрезвычайные неприятности Многие уже столкнулись с ними, а многих это ожидает в ближайшее время Это от давления доллара, который ходит у нас внутри на рынке И казалось бы, президенту надо было предпринять сейчас решительные меры Нельзя пускать на внутренний рынок сильную валюту, нигде такого не бывает Эта сильная валюта убивает окончательно наш рубль Ведь вот товарищи телезрители должны понимать, что если будет так и дальше продолжаться То очень скоро белый хлеб можно будет купить только за доллары И те, у кого их не будут, будут есть только черный Со всеми вытекающими отсюда последствиями Спасибо большое Спасибо К сожалению, решения идут, а хлеба и мяса так и не хватает Как его не было, так и нет Вы затронули и ты, и вы Проблему Еды Да Так вот, к нам пришло письмо из Калужской области Уважаемая редакция, обращаемся к вам родители, проживающие в местности, пострадавшие от чернобыльской аварии Мы пользуемся некоторыми льготами Каждому проживающему выплачивают 15 рублей А нашим детям один раз в три месяца выдают продукты, которых не хватает на неделю Что это за продукты? Одна банка икры первый раз за 4 года с истекшим сроком годности Шпроты две банки первый раз за 4 года с истекшим сроком годности Лосось одна банка, сосиски одна банка, одна банка 10 горячих сосисок для собак Эти продукты выданы на три месяца Значит, все что касается продуктов, которых истек срок годности Мы не знаем, что вам посоветовать На наш взгляд это преступление Отдавать их вам Но факт есть факт Что же касается сосисок, которые делают в Голландии Вот вы нам прислали эту банку Никакого отношения к собачьим консервам они не имеют Они называются хот-дог Но это обычное название Ведь если вы едите пирожные Наполеон Это не значит, что вы занимаетесь людоездом Так что кушайте на здоровье голландские сосиски хот-дог Еще одна маленькая информация Нам звонил Федослав Николаевич Федоров Известный наш профессор Глазник Генеральный директор МТК микрохирургия глаза Он спрашивал, как насчет истории Которой занимается взгляд с Игорем Гавриловым Курсантом гражданской авиации Который был принят на БУ, ГУ, Русландское летное училище А потом отчислен оттуда Потому что Глазник провел глаза И узнал, что он оперировался Этот самый Гаврилов в клинике Федорова А стало быть, он не может дальше продолжать обучение И летать Так этим же еще занималась и газета номер один Комсомольская правда Да, так вот, и что? Ну, статья была Могу сказать одно Что мы с Сашей послали свой депутатский запрос Первому заместителю министра гражданской авиации Товарищу Горяшко Товарищ Горяшко И, Сюдослав Николаевич Федоров, и мы Но не как профессионалы-глазники А как народные депутаты Просим вас вернуться к решению вопроса Курсанта и Гаврилова И еще одна информация Спросили, кто так сделал Такие блестящие съемки Авроры Нам помогала Нева ТВ Это новая, ну не совсем новая Но общественная, вернее независимая Телезионная компания из Ленинграда Оператор Борис Дединев Что же касается, где можно прочитать об Авроре Вы сказали какую-то газету Не какую-то, а советская культура Завтра опубликует этот материал О котором мы вам рассказывали сегодня Кроме того, Тверская независимая молодежная газета Такие дела тоже готовят такой же материал Ну, вот, пожалуй, и все Мы начали нашу передачу с интервью на улицах Москвы С чем вы подошли к 7 ноября Мы хотели бы закончить эту передачу Тоже такой своеобразной анкетой Но известно ведь, что устами младенца Глаголят истины И мы попросили нашего корреспондента Нину Звереву в городе Горьком Простите, в городе Нижнем Новгороде Взять интервью у детей У детей одного из лицеев Итак, мы с вами прощаемся А передаем слово детям До свидания Всего доброго Ну, я честно говоря По ранней мере хорошо Ну, по-моему, таких вот Преобразований в экономике не было, но Не знаю, по-моему, здесь просто была борьба за власть Я думаю, что переворот-то был хороший Но его использовать не сумели В лучшую сторону А кто в этом виноват? Ну, как-то все правители Вот что у нас были ЦК КПСС Они тут что-то наворотили Сами не знали Твое отношение к Ленину? Ну, он был самый лучший Из вот всех, что было правителя Мне кажется, Ленин не подумал сначала Что он делал Вот Он не продумал все до конца А после Вот даже по телевизору показывает Что он после Писал, что он ошибся Но это считали как бред Ну, уже чувствуешь, что он умрет Если бы Ленин пожил еще немного То Ну, не было бы его раны Он бы сделал лучше для России Ты винишь именно Сталина или систему? Нет, потому что я Сталин вообще был виноват в этом Но Сталин, как и все вожди Он зазнался как бы Я считаю, что сама революция Ну, это такое положительное явление Ну, а дальше там уже Ну, там это испортилось Я думаю, что Революция была ошибка Потому что Если бы не было революции Мы бы были на том же уровне развития Что и Америка сейчас Хочу добавить, что кто-то Я слышала из речения, что Непротивление, зло, насилие Мне кажется, что Военные перевороты Ни к чему не приведут Россию И все остальные Никогда Еще Пушкин говорил Не приведи Бог видеть крестьянский бунт Бессмысленный и жестокий Я согласен с этими словами И думаю, что Революция была ошибкой А, до встречи Наверное, что Причь